Дота 2 Лига 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 к начальству, не к самому ДОТ-отделу. ДОТ-отдел у меня отличные отношения со всеми после ухода. Но просто почему-то в первый раз в своей жизни я почувствовал, даже несмотря на то, что последующее предложение в принципе было неплохое, то есть мне предлагали лучшие условия, мне просто на уровне подсознания просто не хотелось больше работать там. Ну вот я решил податься зову в сердце, так сказать, и уйти со Старладера. Могу себе позволить еще пока 19 лет. А были ли предложения других организаций куда-то пойти? Ты уходил как бы вслепую? Ты знал, куда пойдешь? Нет, вслепую я такие опромечивые решения не принимаю. Я все время, когда что-то делаю, я должен иметь запасные варианты и ровно стоять на ногах, грубо говоря, там вот с Интернешнала нам пришли денежки, поэтому я не без гроша, короче, ушел из Старладера, то есть в принципе у меня были там варианты. Ну и в принципе по работе я почти сразу нашел людей. Оказалось, что я заинтересованы многие организации, и в принципе я уже нашел своего работодателя. Скажи, ты как бы на новом месте, теперь с чистого листа можешь начинать свою работу. Есть ли какие-то вот планы, идеи, то, что ты хочешь организовать в ближайшее время? Ну я хочу больше времени уделять все-таки аналитике, потому что я считаю, что этот сегмент в СНГ комьюнити нужно развивать, потому что пока он присутствует исключительно на Старладерах, ландфиналах и вот на Интернешнале, и что-то похожее было на Дримхаке. Я считаю, что это просто золотая ниша, которую нужно развивать, и в скором времени может появиться еще какие-то аналитики, ведущие студии аналитики, которые именно будут специализироваться не на том, чтобы комментировать игру, а на том, чтобы ее анализировать после матча, ну и там предикшены всякие перед матчами. То есть не могу говорить, что я такой своеобразный аналитический вилат, но какую-то аналогию можно провести. Он в свое время начинал сам, был таким единомышленником, в то время как у зарубежных уже были комментаторы, а у наших не было. Но так сейчас с аналитикой происходит. А как ты видишь студию аналитики? Ведь многие на Интернешнале говорили, что она была как больше как развлекательная программа, то есть не было какой-то глубокой аналитики. Как ты ее видишь? Это должно быть более на профессиональном уровне именно самой аналитики, либо это должно быть больше как какое-то развлекательное? Нет, сначала, чтобы более профессионально это все выглядело, сначала нужно технические возможности довести до такого же уровня, какие были у англоязычной студии аналитики. То есть, допустим, мы берем, ну, любой турнир, любой ивент, допустим, в день играется 6 матчей. Игрокам, которые приглашены как аналитики, именно не как ведущие, а как аналитики, им сложно смотреть все матчи, после этого еще их анализировать, не имея перерыва, смотреть следующий матч, анализировать, смотреть... Ну, то есть, реально человек там не может поесть, сходить, не может в туалет сходить. Это действительно проблема. Поэтому, в первую очередь, должны быть несколько смен аналитиков. То есть, грубо говоря, они могут на следующий день там свапаться. То есть, ну, мы берем Lost, NS, Smile и, ну, Dread, допустим, и просто там сегодня работают полдня NS со Smile, вторую половину дня Lost с Dread, а там на следующий день они свапаются как-то. Ну, то есть, вот эта система должна работать, чтобы одни могли отдыхать в то время, как другие работают. Тогда действительно все игроки будут внимательно, пристально смотреть за матчами и смогут там делать свои заметки или еще что-то такое. Ну, и по техническим вопросам там тоже много чего нужно сделать. Но я надеюсь, что если вдруг у моих работодателей студии появятся, то они, к моему мнению, прислушиваются. А как ты думаешь, кто должен работать в студии аналитики? Это должны быть профессиональные игроки или это, может быть, комментаторы? Кого бы ты хотел видеть в своей студии аналитиков? Ну, комментаторов я бы точно не хотел видеть, потому что комментаторы должны комментировать. Они в аналитике не должны находиться. То есть, ну, как в большом... Если мы берем, конечно, аналогию с футболом каким-то или еще чем-то, то, по сути, аналитиков как бывших игроков там, ну, один или два. Все остальные аналитики – это просто деятели в футболе, которые там чем-то запомнились. Ну, то есть, в Доте все-таки, я считаю, что возможностей привлекать именно игроков намного больше. Да и у игроков более развита речь. Такие вот тоже, как и НС. Ну, то есть, они любят поговорить, в отличие от, может быть, футболистов. Я не знаю, я в футболе не разбираюсь. Ну, и мне кажется, что больше это должно отдаваться предпочтение игрокам, а не игроки должны быть, ну, как ведущие и заводилы просто. Ну, или на статистике сидеть, в конце концов. А что ты думаешь о итогах СНГ-решафлов? Что ты думаешь о возвращении легендарных игроков ПГГ, Артстайла? Взлетят, не взлетят? Ну, ПГГ никуда не уходил, он просто на ботами был, так сказать, на дне. Он реально был на дне последний год. Ну, вот он вроде из него выбрался, опять в организации М5. Ну, опять Володя, опять Вигас. Это на самом деле круто. Я очень скептически сначала относился к вот этим возвращениям. Да и слышал я из уст близких людей, что там недоигрывают, тут недоигрывают, реально слабы. Но вот я сейчас смотрю за игрой М5, и действительно мне вот этот решафл мне нравится больше всего, потому что я опять вижу своих любимых игроков. Я всегда, мне всегда импонировал Блава, мне всегда импонировал Вигас. Ну, фанат Володи ПГГ я с первого дня, как начал увлекаться киберспортами именно, а не просто в дотку играть. Поэтому я буду болеть исключительно за этот коллектив при любых раскладах. Что думаешь по поводу Энесса, Смайла, вернутся ли они в доту? Хотел бы ты видеть их на профессиональной сцене? Ну, мне кажется, я лично бы не хотел, потому что чем больше игроков таких, которые умеют разговаривать, уходят с просцены, тем больше у меня возможности привлекать их в аналитику. Но вообще я слышал и от одного, и от другого, что в принципе при каких-то там раскладах они готовы вернуться. Там Смайл, может быть, сделает, скорее всего, сделает перерыв. Вот он уже его начал. Будет тоже привлекаться в качестве аналитика. Вот тут же на DreamHack'е он будет в Stadium Live, может еще на каком-то турнире. Энесс уже начинает комментировать, там из организации Virtus.pro он не ушел, поэтому он будет чем-то там заниматься. Я думаю, тоже аналитикой и комментаторством. Ну, не знаю, по-моему, что-то еще ребята могут, и могут очень даже неплохо. Вон нам показывает тот же Vigas, который сейчас играет, что вот он ушел, год его не было, а потом он вернулся, и вот сейчас он разрывает лица. Поэтому я думаю, что любой игрок, если верит в свои возможности и готов чего-то добиваться, он этого может добиться. Я верю в любого игрока, который вернется после таких возвращений в этом году. В принципе, очень хотелось бы Admiration, кстати, увидеть, чтобы он вернулся. Admiration, если ты нас слышишь, возвращайся в Dota. Всех очень интересует вопрос по поводу выхода твоего фильма. Скажи, пожалуйста, когда намечен выход фильма, и будет ли этот фильм только об Интернешнале, или там еще какие-то линии затрагиваются? Фильм только об Интернешнале, исключительно о четвертом Интернешнале. Слава богу, в этом году я никаких сроков не давал, поэтому фильм идет по срокам, все будет вовремя, никаких задержек не будет. Когда он будет, я не знаю, но я никакие... Ну, в 2014-м планирую выпустить его. Другой вопрос, что... Где он будет показан, я не знаю, может быть, из-за того, что я ушел из Астерладера, то он не будет показан вообще, то есть он будет исключительно сразу на Ютуб залит на чей-нибудь. Ну, посмотрим, как все повернется. Пока по планам, ну, не знаю, конец октября, может быть, начало ноября где-то он будет готов, а как выйдет, ну, как удачно сложится время. На каких следующих мероприятиях мы можем тебя видеть? Ну, вот ко мне сейчас подходили организаторы Excellent Moscow Cup, приглашали в аналитику. Если я с работодателями своими договорюсь, то приеду опять в Москву через две недели на их ивент. Тоже в Москву киберстадиуме, насколько мне известно, он будет. Ну, а так планирую, даже если мне не будут оплачивать эту поездку, поеду на Игромир, хочу там очень сильно побывать. Ну, и вот, это пока ближайшие планы. Мы тогда пожелаем тебе удачи, ждем твоего фильма и успехов в твоих начинаниях. Да, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok